Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Предлагаю вашему вниманию тему «Голос мастера». Читает Лора. Энергия – это коммуникация, когда одно говорит с другим. Захотела поделиться первичным опытом про голос мастера. То, что мы делаем кихак с Адамусом. Также об этом говорили и на шаудах о том, что энергия мастера говорит со всем окружением, ощущая энергии, имея с ними связь проникновения. Наверное, из этой связи энергий образуется синхронистичность. К мастеру все приходит само. Мои наблюдения и опыты. Мой истинный голос входит, наполняет все мое тело, разум. И я позволяю этому происходить. Это прекрасное сочетание ощущаемого звука во мне. Здесь нет мыслей. Это преображение. Чрезвычайно чувственно и красиво. Так, что любое сопротивление неуместно. Оно как бы нарушает этот тонкий, такой естественный акт многомерного существа. Как бы описать фразу? Но он направляет, уравновешивает. Он чистый, уверенный и ясный. Это мост между другими реальностями и этой, который создаёт музыка души. Разум проходит через него. И здесь, перед этой красотой голоса мастера, не возникает никаких помех. Какое-то время он влезал и вмешивался, но теперь этого не делает. Говорить. Когда я разговариваю со всем, с тем, что меня окружает, и даже когда я думаю, что не разговариваю, общение всё равно происходит. Ведь всё это я. Всё как бы поворачивается к вам в общении, успокаивается, замирает, реагирует на вас, хозяина сознания. Вам действительно весело с этим. И ты знаешь, что это, это другой вид познания через проникновение и обмен энергиями. Волшебные существа. О, они везде. Благодаря общению они проявляются. Но крайне привыкли к тому, что их не видят. Открывая голос мастера, вы буквально приглашаете его быть с вами в этой и других реальностях. Они общаются постоянно. Я вижу их в очертаниях всего, что меня окружает, разные лица, другие их проявления, где угодно. В выражении окружающего мира видишь многое в листве, в коре дерева, траве, камнях, воде. Везде. Моя энергия в общении. Все открывается, движется, просто потому, что ты проявляешься сам. Твоя энергия общается, и ты осознан этому все происходит. И ты не отдельно наблюдаешь, а сливаешься с энергиями вокруг тебя. Общаясь с дорогой, высоко в горах, с камнями, мне становится так легко идти, я испытываю эйфорию. Все становится своим, родным, вдруг начинает быть обволакивающим, вдохновляющим пространством. Где бы ты ни был, все поет, движется, оживает в общении. Вы не стукнетесь об камень, или можете, конечно, и стукнуться, но это вам сильно не навредит. Вы поговорили с ним. Это ваш контакт. Это вы себя направили и соединили. Это ваша энергия разговаривает с камнем. Но при этом ты в безопасности всегда, просто, даже, потому, что все сейчас вокруг это ваше. Оно буквально разговаривает с вами. Дверь сама может открыться или сдвигаться, чтобы вы прошли. Кофе варится само. Похоже на мультфильм «Красавица и чудовище», где кружки, чайники разговаривали сами. Но теперь это извне, а ты это делаешь, ты это открываешь, общаясь с энергиями предметного мира. Ты теперь осознаешь все истории предметов, что вас окружают. Да, у них есть свои истории. А также истории всех людей становятся открытыми об этом позже. Все их импринты, их прошлое просто открываются. И ты понимаешь их почти без слов, просто присоединяясь. Все оживает, поет. Насекомые, животные, птицы. Они реагируют на голос мастера. Но больше я осознаю, что моя энергия впереди. И глаза не все видят. Но общение уже происходит, и только потом оно может проявляться физически. Насекомые, они замирают для общения, раскрываются. Например, бабочка расправляет крылья и останавливается. Даже на лету вибрирует крылышками в позе замирания. Часто, когда я говорю с деревьями, поднимается ветер. Листья кружатся в красивом ритме. Я люблю наблюдать за этим движением живой природы. Оно так очаровательно. Разум приспосабливается к голосу и даже любит его. Это уже не «Да ты чокнутая, уже полчаса стоишь и разговариваешь с этой елью». Это уже так. Ммм, давай, детка, начинай свой веселый квест. В сумеречном лесу я только отойду в сторону. Исцеление тела. Привести к равновесию энергий. Разговаривая со своим телом, голос мастера привносит энергию в тело. В те области, которые, скажем так, вышли из равновесия. Вы можете исцелить себя. И в этом действительно нет ничего, кроме позволения. Вы находите там применение энергии. Отходите со своим умом и тревогой. И да, голос – это тоже моя энергия. Тело моментально отвечает на голос, слушается. Так интересно чувствовать, именно чувствовать без слов. Иногда голос успокаивающий, иногда очень резкий, отрезвляющий. Слова «мой родной язык» – они очень ограничены. Через них практически невозможно что-либо передать. По сравнению с объемом потока моего истинного голоса мастера. Буквально все становится вами. Общаясь, вы втекаете своим сознанием во все. В этом понимании, что вся энергия ваша, и она в служении. Тогда происходят прекрасные волшебные вещи. Это не само по себе волшебство случается. Это все. Но просто все. Это я и мое. Значит, все, что я воспринимаю, есть моя реальность. Значит, будет так, как мне нравится. Как я выберу и пожелаю. И одно только. Осознание этого запускает волшебство или синхронистичность энергий. Когда одно говорит с другим, тогда все и происходит. Вы хотите солнце? Буквально одно желание. Оно здесь. Вы хотите дождь? Вам накапает или прольется. Да, нужны деньги? Пожалуйста. Красивое общение с энергиями достатка. И вот оно. Прогулка в лесу? Конечно, все доступно для меня. Так как энергия обладает своим интеллектом, своим откликом на страсть, а то, в чем нет страсти, или вам не подходит сейчас, но ум просит, не будет происходить, потому что энергия не реагирует на мысль, ваш ум. И да, сойдите с ума. Тогда он приспособится. И это ты здесь, главный. Ты здесь мастер в своем доме. Со своим голосом. Поначалу, да, это как тихие истории, неуверенные, а позже вы почувствуете естественный прилив вашей истины. Кто вы есть на самом деле. Просто и красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Доехали. Настер в своей голове. Субтитры сделал DimaTorzok и в твои